здравствуйте профинансы в студии даниил бабич и к нам сегодня в гости пришел степан димура степан приветствую спасибо что нашел время нас посетить но еще до эфира обсудили мы историю с нашим постоянным телезрителем дмитрием костенко который написал тебе целую небольшую поэму зачитывать все не буду например на такие там есть слова степан геннадич веселый он цели ставится высоко он адекватный человек в чем хвалит тебя но спрашивает что купил он по 85 по моему доллар вот и уже не ждет не 125 не 97 что делать то собственно и чтобы прикупить чтобы на коне ему быть тяжелый случай но скажем так на рынках есть такой цикл настроение инвесторов вот когда люди паниковали по 85 также они будут паниковать еще наверное чуть ниже по рублю то есть он повел себя как такой стандартный средний статистический инвестор и разумеется остался без денег вот если он сможет скажем так потерпеть еще месяц может быть полтора и не удариться в панику его не охватит паник и он не побежит в обменник то наверное он будет вознагражден за свои мучения переживания но еще раз когда все бегут в обменнике что-то делать скажем сдавать доллары доллар нужно покупать и наоборот но с другой стороны по 40 было дорого по 45 был неприлично дорого по 85 в самый раз в принципе ничего страшного нет если это долгосрочная покупка можно усредниться на каких-то уровнях да можно же на этих уровнях усредняться потом чуть пониже спуститься еще докупить хотя усреднение убило больше людей чем известных событий в истории да я марку шерман уже передал у нас телефонный звонок здравствуйте в эфире представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут александр мне вопрос будет к степану геннадьевичу следующего характера вот весной весной он говорил по поводу рубль что ожидается к первому сентября 80 вот сейчас этот прогноз как-то будет по его личному мнению когда можно путь будет будет тогда в эфир позвонить и так же вот сказать он будет неправ спасибо значит у вас не всем правильные скажем так сведения потому что весной был прогноз следующий что у рубля есть некие цели первое было 65 дальше это не 62 дальше 56 57 возможное время достижения этих целей да где-то вот август сентябрь она вернее и до разворота чуть позже уже в конце весны были даны несколько другие цели а именно цели на завершение вставания с коленов по ртс были даны 1050 1100 почти дошли следующие цели это 1200 1250 и было сказано что лето будет спокойно никакого ужасного августа не будет и спокойно можно жить где-то до конца сентября середина октября поэтому не стоит фокусироваться на чем-то одном потому что прогнозы по времени лично меня обычно не очень точные плюс-минус квартал и надо отслеживать прогноз в развитии потому что самое главное в прогнозе это направление что часто люди на мой взгляд не понимают это примерно так вот отслеживать прогнозы по программам как посмотреть одну из серий сериала а потом посмотреть ее через несколько месяцев понимаете иногда столь впечатления что людям абсолютно больше нечего делать у них очень много свободного времени чем смотреть всякие программы тратить свое время что дозвониться еще что-то еще что-то поэтому относиться философски помнишь петровича стоганки до сада мазохиста он нам звонит до сих пор у него есть своя система окажется он слушает что говорят наши эксперты делает наоборот я не знаю как он будет но в зависимости того что они говорят он добавляется усредняется либо берет убыток либо профит в общем какая-то система есть попросил его подробно изложить эту систему чтобы возможно как продукт ее использовать например систему петровича назвать но пока не получал это чревато тем что если с рыбака что-то случается системы нет да это это есть определенный такой внесистемный риск скажем у этой системы но почему как раз риск-то системный он внесистемно системный скажем так ладно потом петрович балуется всякой садомазохистской экзотикой все трейдеры в какой-то степени садомазохисты согласен у вас следующий телефонный звонок здравствуйте вы в прямом эфире представьтесь пожалуйста здравствуйте сергей частный инвестор из самары уважаемый даниил и степан геннаджи вопрос к степан геннаджи где доллары хранить безопаснее как он говорит под подушкой или в банке возможно ли какие-то ограничения на наличную или наоборот на безналичную валюту ну я всегда называл два самых надежных банка это алюминиевый стеклянный мое мнение не изменилось и история недавних дней скажем только это подтверждает потому что ну такой системообразующий институт развития как веб сами знаете что с ним случилось другие наши ведущие банки ничуть не лучшим положением находится подумайте сами решать спасибо виталий берешниченко пишет вопрос степан димури какие спекулятивные идеи у вас есть на сегодняшний день по рынку форекс у меня их много для примера что дождаться коррекции по фунту засортить фунт дождаться завершения коррекции по евро засортить евро например я позволь себе на некоторое время оторваться от нашего разговора степан генневичем потому что у нас на связи находится зам руководителя казначейства банка ритма максим рыжиков который у себя в риге его все банка максим здравствуйте как нас слышно здрасте данина слышу вас хорош максим какие идеи есть по рынку форекс спекулятивная на ваш для сейчас у ваших несколько достаточно любопытных идей до продолжить есть несколько достаточно любопытных идей особенно в контексте того что мы можем сегодня услышать со стороны и cb евро сейчас немножечко задрался особенно на фоне того что было опубликовано нам прошлой неделе то есть либо на повышение либо на понижение потому что удачный момент для входа но как как правильно отметил степан действительно поскольку направлении всего два задача выбрать одно то единственное правильное какое в данной ситуации направление является правильным сказать достаточно сложно помимо этого рубль показывает достаточно любопытную динамику и она есть потенциал к ослаблению но действительно идей довольно много максим что думаете по нефти вчерашние данные от американского института нефти 12 миллионов баррелей сокращение резервов это в общем достаточно редкое число которое приходится встречать действительно показатель показал получился достаточно впечатляющим посмотрим утвердится ли он сегодня или нет на данных которые выйдут вечером на самом деле действительно ожидаю то что запасы нефти немножечко под сократятся что подтолкнет котировки бренда поближе к 50 опять же раскрывая потенциал рубля верите ли вы в заморозку нефти в этом месяце или это все просто досужие разговоры как обычно и дохийская история повторится скажем так это то к чему бы наверное хотели прийти все стороны но по факту я думаю заморозки не будет но все таки я думаю удастся найти какие-то точки соприкосновения чтобы стабилизировать рынок потому что низкие цены действительно не выгодны никому из участников спасибо большое максим максим рыжиков замка сечество банка ритм был с нами на прямой связи из риги степан теперь вопрос к вам вопрос степан димури от сергея гурьянова когда на ваш взгляд ожидаете падение фунта к доллару но уже говорил о том что но она началась все то что сейчас идет это всего лишь коррекция и судя по всему она уже не далекаться у завершения цели стоят старые первые цели это паритет дальше ниже но это будет все до смерти доллара то есть у нее будет последняя конвульсия а потом смерть понятно а фунт не умрет знаете если у вас долг финансового сектора 600 процентов квп но наверное это валюта валюта не стоит ломаного гроша то есть еще хуже здесь все будет очень весело и очень скоро а что будет когда вот это случится какой сценарий возможно нарисуешь как дефолт банковской системы банковские каникулы биржи закрываются все кобычно то что было у нас в восьмом году в принципе очень похоже да но мы скажем так мы не совсем корректный пример потому что и своя россиянская специфика ну понятно мировом масштабе биржи закрывалась ну и там закроют банковские каникул под каким соусом потом будут объяснять почему это случилось того чтобы на девяносто восьмую буду на поможете выбрать сможете выбрать я не знаю там китай дочь дочь и банка те же греки когда например где-нибудь в ноябре вдруг выплывет наружу ведь сажимой странные странные такие вещи которые происходят сейчас между греции и cb формально можно будет назвать любой повод который придет к обрушению системы или сразу несколько поводов которые не напоминаете чтобы вот толпу как-то вот мотивировать либо нагрузить надо грузить чем-то простым поэтому нужно выбрать один повод и на него все свалить как-то было лимон брадерс который якобы с него начался кризис лимон брадерс на самом деле мере линч вообще-то был с лимон брадерс был уже все ясно вообще-то падение кризис носился до этого до этого конечно 11 сентября это была причина предыдущего кризиса ну люди существа такие ленивые нужно что-то простое вопрос от елены помогите женщине здрасте что делать с привилегированными акциями сургут нефти газа который я купила по 41 рублю под дивиденды ну понятно что акции не подрастает сургут нефти газа потому что у них был сфиксирован убыток в первом полугодии из-за того что они сохранят деньги в долларах а доллар не вырос а наоборот немножко скорректироваться против рубля нет но я я не знаю вы понимаете я не наслежу сургут нефти газ един что могу сказать что ну вот график я думаю что он мало что тебе скажет цели пртс которые были они практически все выполнены а после этого начинается процесс процесс вставания с коленов заканчивается начинается снова процесс опускания просто сургут отдельная история все может пойти вниз а сургут ненадолго потом понимаете когда вы покупаете акцию компанию вы покупаете простую бумажку которая подвержена динамика ее подвержена не каким-то фундаментальным фактором в компании мнению других инвесторов относительно компании поэтому особенно особенно с сургут нефти газом это вообще за но тем не менее дивиденды выплачивал раньше поэтому люди играли на этом что-то зарабатывали тире в этот раз без дивиденды было хорошо газпром хорошие дивиденды выплачивают а ну это отдельная история следующий телефонный звонок на очереди здравствуйте вы в эфире представьтесь пожалуйста добрый день николай ваш краткосрочный взгляд на не краткосрочный 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 сколько честно скажу в данном данный момент без понятия возможно как минимум три краткосрочных сценария в среднесрочной перспективе ну скажем месяцев шесть год на мой взгляд там все понятно и ясно это первая цель 12 дальше 9 12 и 9 в краткосроке что там будет делать не знаю возможны варианты скажем так надо чтобы она сделала какие-то определенные движения определилась с краткосрочным сценарем туда на моя знакомая фейсбуке писала в августе посмотрела на котировки нефти последние с 5 дней и сделала вывод только психией торгуют джиму скачки 3 нормально но это краткосрочный краткосрочный нормально же не но не пойти это такой скачок это обычно 3 в какой-то размерности поэтому уже заранее ясно что он туда пойдет и дохи там всякие шмохи здесь вообще ни при чем обычно совпадает с какие-то события не ну скажем так нам постфактум объясняют что они они ну понятно что торговать на этом нельзя объяснить можно все что угодно спасибо у нас следующий телефонный звонок здравствуйте вы в эфире представьтесь пожалуйста добрый день степан геннадьевич подскажите пожалуйста ваше мнение по серебру до конца года заход на 22 будет или что у вас изменится не изменились ваши так сказать прогнозы до конца года спасибо большое за ответ хороший вопрос отвечу точно также в данной ситуации я пока без понятия потому что в принципе к по золоту и по серебру очень близко подошли к целевым уровнем и единственное что можно сказать что динамика падения она скажем так не располагает к тому что вот вот началось то падение которое должно закончиться где-то в январе феврале следующего года поэтому вполне возможно что будет еще один заход наверх но опять же данной ситуации бы еще недельку подождал чтобы они начертили какие-то подразделения можно было более четко сказать и определиться не лучше сейчас момент для задавания таких интересных вопросов скажем а что с золотом то же самое или то же самое это пока что не ходят вместе они в семнадцатом году должны разойтись их многие дорожки спасибо ну что телефонный звоночек еще возьмем здравствуйте вы в эфире представьтесь пожалуйста добрый день это елена очень уважаю его да говорите елена пожалуйста меня интересует ваш прогноз по поводу акции лукоева я покупала по 2 4 7 9 хочу знать что мне продавать или еще держать спасибо опять же с лукойловым я не я вам не смогу помочь а пртс мы очень близки к целям и к завершению вот это вот огромной коррекции к падению который идет февраля месяц поэтому я был бы на вашем месте очень-очень осторожен сейчас покупка любых акций до лукойл в отлучке в отличие от сургут нефть и газа больше подвержен общему влиянию рынка то есть такая не контртрендовая бумага перспективы палладия на месяц не отслеживаю не знаю да понятно и золото то же самое все ясно ну что же еще есть если телефонные звонки то мы сможем наверно взять но пока режиссер говорит некоторые технические есть вещи кстати вот вопрос пришел по электронной почте степан геннаджи безопасно ли инвестировать валюту в иностранных брокерских счетах если будет крах сможем ли вывести деньги с уважением олег зависит от брокера через которую вы работаете потому что есть недавние истории как минимум два примера очень надежных и серьезных брокеров с очень длительной историей существования которые раз испарились надо смотреть на отчетность если она есть и на то что делает ваш брокер если у него доверительное управление если у него собственный счет, если есть доверительное управление, собственный счет, я бы с таким брокером не работал. Настоятельно без всего. Как Манфинэншил. А МФ Глобал, прошу прощения. Да, Ревка еще. Ревка МФ Глобал, да. Ну, понятно, эта история известная. Хотя якобы там деньги возвращают через какое-то время. Действительно начинают возвращать. Но это же сколько лет прошло? И где гарантия того, что это повторится? И то, если эти деньги не на сегрегированном счету, Фуркс, а вы на фьючерсах? Нет, там очень хорошо всех кинули. Их банкротили по другой статье, чтобы первым в очереди стояли не клиенты, счета которых должны были быть сегрегированы, а наш любимый Джи Пи Морган, который одолжил ребятам 6 юрдов, чтобы те закупились греческими облигациями, как раз в самый неподходящий момент. А может они еще в пирамиду Мэдов играли? Или в другую историю? Ну, невозможно. Многие банки играли. Ну, поскольку там был человек из Голман-Сакса, все возможно. Так, Олег Олегович, Investment Brokers, что-то пишет. С уважением, Олег. Ну, не знаю, что я имел в виду. Добрый день, Степан Геннадьевич. Можно ли надеяться, что Газпром достигнет 150 рублей в этом году? Спрашивает Романенко и Елена. Не знаю, не отслеживает. Почему-то три Елены, одна Газпром, другая Лукоил, третий Сургут, нефть и газ. Ну, нет же. Однако тренд. Однако тренд сегодня. Я помню, когда ЧНРБК работал, когда начинали задавать вопросы про Урал-Калий и 36,6, это всегда было после того, как они сильно выросли, и тренд готов был развернуться. Можно делать иногда выводы по вашим вопросам. Уважаемые тележители, спасибо вам большое. И прошу прощения, если не успели на все ответить. Степан, удачи. Спасибо. Хороших выходных, которые начинаются послезавтра. У нас в гостях был Степан Димон, с вами про финансы. Встретимся в программе про финансы в то же время завтра. Ну, а сейчас новости с Алисой Яравской. Алисой Яравской.